добрый день уважаемые подписчики сегодня у меня автомобиль volkswagen tiguan 2009 года выпуска двигатель 2 литра бензин автомат полный привод пробег на автомобиле 240 тысяч километров заменю на нем масло и фильтр в муфте haldex поднимаю автомобиль снимаю фильтр устанавливаю новый сливаю масло и сниму насос подкачивающий насос помою на нем сеточку поднимаю автомобиль поднял автомобиль вот у нас заливная пробка муфта haldex а вот у нас шоссе побольше пробка это сливная с муфты haldex а с этой стороны у нас стоит насос а выше у нас стоит крышка масляного фильтра сейчас откручиваю заливную пробку немножко здесь вокруг ее почищу здесь у нас шестигранник на 5 ну и откручиваю сливную на сливная пробка у нас шестигранник на 8 240 тысяч масла в муфте haldex со слов хозяина тоже не менялась какая длинная пробка зачем такая ну честно говоря и масло то чистенькая относительно на какой относительно чистое масло пусть стекает пока стекает масло трубку не закручиваю здесь вот с этой стороны будет происходить все самое интересное наверное так как то постараюсь я здесь по возможности побольше очистить вот этой грязи дозорные поговорим разный Субтитры сделал DimaTorzok 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 Очень радует Болты не закисшие Ни нижний, ни верхний ДимаTorzok Один есть Второй вид Второй тоже есть И поддеваю крышку Так, ну крышка снята Беру силиконовую смазку Сейчас для облегчения, чтобы снять Вот сбоку Сейчас Переставлю немножко камеру Вот видно Капроновую крышку Вот так вот Вот это вот капроновая крышка Она прижимает масляный фильтр И снять ее А потом установить ее на место Возникает проблема Пробую Беру удлиненные Круглорубцы Хватаюсь За Пластиковый сосок И подставляю Снизу зубилу В упор Я , тон, тон И Субтитры сделал DimaTorzok Ничего из этой затеи у меня не получилось Закручиваю саморез Беру обычный такой саморез Кровельный клоп так называемый И через гибкий удлинитель крестовой отверткой Подлажу и пытаюсь его закрутить Очень неудобно, но возможно Вот и все Все у меня получилось Теперь беру клипсодер Подталкиваю его под саморез И крышка пошла Вот так вот Теперь под этой крышкой Цепляю, вытаскиваю масляный фильтр Он сидит свободно Вот такой вот фильтр Здесь резиновое кольцо Все замечательно Почему замечательно Где я вкрутил саморез Получилась сквозная дырочка Но фильтр в этом месте Сидит на резинке Беру я новый фильтр Фирмы Volvo 313-25-173 Фильтр точно такой же А вот крышка Наружная немножко другая Она не подойдет Но по цене это гораздо дешевле Чем Volkswagen Оригинал Почему крышка не подойдет Подойдет не сама крышка А пластиковая крышка Она здесь короче На бульвовской Она вот такая вот Короткая идет Вот она А Volkswagen Вот такая длинная идет Здесь направляющего Получается Сейчас у меня нету То, что фильтр здесь Встает плотненько И здесь он встает Плотненько Вот то, что Я вкрутил саморез Получилось отверстие сквозное Оно никак В принципе на работу Влиять не будет Но я этот саморез Здесь оставлю Почему оставлю Я его обточил Шляпку Чтоб шляпка Вот сюда Спокойненько заходила Она не упирается Ничего При следующем Демонтаже У людей не будет вопросов Кто будет делать Сейчас закручиваю его Вот все Саморез закрутил Крышка Крышка встает Плотненько Вставляю на место Фильтр Фильтр вставляется Вот этим отливом Наружу Новенький Беленький И задвигаю Крышку на место Ее можно додавить Сразу А можно Притянуть Вдавить Крышкой Наживляю Сразу Крышка Притяну Крышка Субтитры сделал DimaTorzok Крышку сильно затягивать не нужно, она здесь только придерживающую функцию выполняет, она даже не герметизирует. Вот и все, фильтр заменен. Теперь откручиваю насос, чтобы посмотреть в каком состоянии сетка. Шестигранник также на 4. Шестигранник Хорошего цвета Похожи Диана Выхом Би Увы Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. На сеточке маленько присутствует грязь. Торкс Т-10. Откручиваю вот этих два самореза, не самореза, а винта. И снимаю сетку. Аккуратно здесь она на направляющих, сеточка сидит. Аккуратно снимаем ее, чтобы не порвать. Вот такие вот направляющие. А вот и грязь, которая там есть. Сейчас очистителем карбюратора все это смываю. Вот и все, сеточку помыл. Продул не компрессором, а продул ртом, чтобы не порвать ее. И прикручиваю на место. Снять насос. Провод мешает сверху клипса. Я не стал ее уже отрывать от провода. Поэтому делаю на месте. А сейчас пыль смою и сдую. Пелечи. Молит. Вот и все. И устанавливаем на место. Вдавил руками. Наживляю и прикручиваю оба болта. Вдавил руками. Тоже здесь сильно тянуть не надо. Совсем чуть-чуть, чтобы резьбу не срывать. Болты мелкие. Вот и все. Закручиваю болт слива. Сливной болт. Сейчас его закручу и все со стороны насоса и фильтра замою все подтеки. Сливной болт. Сливной болт. Готовы. 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 И заливаю масло. Масло буду использовать оригинальное G055175A2. Здесь он и на русском написан для муфты Халдекс. Закачиваю шприц. Шприц перед этим помыл, потому что я другим маслом там заливал. Заливаю, пока не побежит через уровневую пробку. После этого заведу, включу передачу, автомобиль вывешен, задние колеса должны все равно включиться. А потом опять перепроверю уровень. Так, это четвертый шприц. Масло побежало. Так, у меня получается ушло 450, 530 грамм у меня масло прошло. Пробку пока закручу. Запущу автомобиль и включу передачу. . Я использую его на улице. До новых встреч! Магазан. Учебный. Круто. Тошки. Круто. Соб beats. До новых встреч. Готово. И пробую еще добавить масло. И еще 50 грамм масла ушло. Закрываем. Готово. 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 Все вам доброго. Масло у меня ушло. Вот хорошо видно. 600 грамм масла. А, да. 600 грамм масла у меня ушло на замену в Муфте Халдекс. На этом все. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо.